День славянской письменности и культуры отметили люберецкие хористы. Во Дворце культуры прошел ежегодный окружной хоровой конкурс «Звонкие голоса». О том, с какими композициями выступали юные исполнители, расскажет наш корреспондент. О любви к родине поет сводный окружной хор, в котором собрали учеников всех люберецких музыкальных школ. Конкурсом Мария Зубкова привыкла. В коллективе 8 лет. Сначала окончила отделение фортепиано в музыкальной школе номер 2. Остаться здесь же, но уже как певица, распорядилась судьба. В выпускном у нас всегда есть традиция запускать в небо воздушные шарики с пожеланиями. Но мой шарик застрял в дереве, и мне все педагоги сказали, что ну все, теперь ты остаешься с нами. И когда я шла из музыкальной школы со своего выпускного, я подумала, что больше не могу жить как без фортепиано, так и без хора. Музыку к песне «Живи, Россия» написал композитор Владимир Беляев. Он же сегодня в жюри конкурса. Участников оценивает не строго. Главное – любовь к национальным композициям, ведь хоровое пение объединяет народ. Такой фестиваль, который проходит сейчас, это есть мощное противодействие вот этому положению вещей, когда у нас нет никакой национальной идеи, нет патриотического воспитания. И все, что здесь происходит, это есть подлинное истинное патриотическое воспитание молодежи и детей. На сцене Дворца культуры выступили первые и вторые отделения музыкальных школ и школ искусств. За звание лучших исполнителей боролись 15 коллективов. Это 350 хористов со всего городского округа.